Украинцы в России Это третья этническая группа Русские, потом татары Пять миллионов примерно Три миллиона украинцев Я уверен 100% Украинцы не чувствуют в России Какую-то ущемленность Ни в чем, абсолютно, ни в чем И в том числе и в Крыму Русский и украинский народ никогда не ссорились И сейчас они По моему глубочайшему убеждению В ссоре не находятся У нас непонимание только С руководством сегодняшней Украины С которыми вряд ли можно сварить кашу И добиться какого-то позитивного результата В развитии наших отношений То, что они творят Иногда просто вызывает Оторопие, недоумение Так и хочется спросить по-украински Злузду съехал, чешу С ума сошел Вот, значит, поэтому Ну, как только здравый смысл восторжествует Мы на уровне руководства Тоже будем выстраивать отношения Спецпредставитель Госдепартамента США По вопросам Украины Курт Волкер Высказался в поддержку Прямых контактов Президентов России и Украины По мнению дипломата Избрание нового украинского президента Может создать новые возможности Для такого диалога Важно только понять Какие Улучшится ли после победы Зеленского Отношения России и Украины Все, кто меня окружает Знакомые, родные, близкие Все надеются, что отношения Должны быть улучшены Между Россией и Украиной Это хочет народ весь, я думаю Но, может, будут какие-то переговоры Обмен пленными А существенного изменения не будет Потому что на Украине В Украине Там люди очень Антироссийски настроены После присоединения Крыма к России И Россия помогает полченцам на Донбассе Я надеюсь, что они изменятся Что он поведет себя умно И наберет команду умную Надеюсь в лучшую сторону Зеленский человек из народа Отставит интересы простых людей Как мне представляется Пусть попробует Украина его выбрала Это их выбор Надеюсь, что у них все получится На уровне правительства Наверное, оно так и будет все Что один правил страну Что другой Толку никакого не будет Пока неизвестно Слишком много От него было негативных высказываний Если это было Только для предвыборной кампании То, я думаю Будет хорошо А если это действительно Было то озвучено, что он думает Но тогда ничего хорошего ждать не приходится Я не могу предполагать Я не специалист Но мне бы очень хотелось Чтобы дружеские отношения восстановились Как-то они точно изменятся Наверное, они в самую худшую сторону Потому что Зеленский, по-моему, неоднократно говорил О каких-то намерениях Идти на сближение Что-то обговаривать С Россией Наверное, хуже уже не будет Потому что, по-моему, хуже уже некуда просто Поэтому Ну, хотелось бы пожелать Только, чтобы было получше Ну вот, какие-то надежды есть А в Твиттере у нас такие результаты 8% считают, что даже вернут Украине Донбасс 21% Что немного улучшится отношение 51% Что ничего не изменится И 20% Что ухудшится Прямые переговоры президентов Происходили и ранее Как в многостороннем формате Так и по телефону в критических случаях Они были прерваны Российской стороной Именно потому, что стало ясно От Петра Порошенко Не удастся добиться согласия с тем Что российской стороной Представляется как компромисс А для украинской Выглядит как капитуляция Мы не можем говорить о каких-то условиях Прекращения огня О возможных договоренностях Между Киевом, Донецком и Луганском Это не наше дело Это внутреннее дело самой Украины Мы можем только способствовать Тому, чтобы создать обстановку доверия В ходе этого возможного И, на мой взгляд, крайне необходимого Переговорного процесса Вот мы об этом говорили Говорили о том, где это возможно Что мы могли бы Россия могла бы сделать Для того, чтобы обеспечить этот процесс А каких-то условий Мы не выдвигали Мы, Россия И не можем этого делать Я не имею на это права никакого Это дело самой Украины Это дело Донецка, Луганска Именно поэтому Кремль может быть готов Возобновить контакт с украинским президентом Но вовсе не для того, чтобы прийти к компромиссу А как раз для того, чтобы в очередной раз Продиктовать условия капитуляции Украины Потому что если не согласился тот То может быть согласится этот С точки зрения Кремля Это пока слабый кандидат Слабый президент Который еще не президент Он избранный, но еще даже не президент И, кстати, я думаю Что в Кремле ждут Что Порошенко Примет что-нибудь До инаугурации Что-нибудь Или резкое Или может быть Войдет в конфликт С будущим президентом Они мыслят так И поэтому Конечно, как минимум Будут выжидать А как максимум Что? Слабый Кандидат А слабый бьет Как говорил один Человек Который является президентом России Так что я думаю Что бы я приготовился На месте Зеленского Ну и пока К тому, что бить будут? К тому, что для начала Да Для начала Будут бить Чтобы, может быть, потом Договариваться То есть захотят Попробовать на прочность Да И там не видят Необходимости Спешить Торопиться Устанавливать Хорошие отношения Тем более, что Вот ответственные Люди в Киеве Подобно Виталию Которому я на самом деле Вообще Как бы И даже сопереживали Последние дни А что же вы сопереживали? Я скажу потом Значит Говорят, что Ну он просто Его нет Собственно говоря Нового президента Это форма Ее можно наполнить Ах, если это форма То зачем Торопиться Так может из Москвы наполнить Вот, значит Посмотрим Посмотрим Еще встряхнем Эту форму Может из нее Что-то и вывалится И вообще Чего нам торопиться Пусть он сам Идет В коносу Вот там такие Я думаю В основном Такие мысли Никаких подарков Зеленскому не готовят Во всяком случае В прямом смысле Этого слова И Действительно Здесь есть проблема Проблема Вот проблема Блестящей Политехнологически Блестящей Неясности Кандидата Который становится Президентом Она теперь Превращается В новую Проблему Ты неясен Ну, значит Тебя сейчас Посмотрим Как тебя будут Сейчас разъяснять Знаете Выражение было такое Там Разъясните Товарища Вот Его начнут Сейчас разъяснять Разными способами У Москвы Кстати Есть много Возможности Разъяснять И в Киеве Товарища Медведчука Послать Ну, я думаю Что там есть Не только Так сказать Утонченные Интеллектуалы Шерпы Типа Медведчука А есть Люди И попроще А сопереживание Это в чем Все-таки Детали Вы знаете Я скажу Теперь я могу Сказать Лобры прошли Я посмотрел Шоу И при всей Симпатии К компании Как вот Сценарию Как драматургии Я бы, конечно Не голосовал За этого человека Будь я Украинским Избирателем Что-то 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 Мне не нравится Посмотрите Как он Замечательно Выступил Посмотрите На нас Все возможно Это обращение В качестве гражданина К постсоветским Республикам А между прочим Рискованно Некоторые пишут Вот теперь Нажил в Путине Врага Я думаю Что Подразнил их Всех Путин Решает Сам Кого сделать Себе врагом Он сам Выбирает Себе врагов Это Уже понятно И тут Вы никак Никакими Любезностями Этого Не избежите Порошенко Понятен Конечно Понятен И в общем Его курс Виталий Конечно Все Как бы Ужесточает Систематизирует Я думаю Что Порошенко Не был Столь жестким Национал-демократом Он был готов К вариантам Был готов Даже я думаю В каких-то случаях К компромиссам Он просто Одел эту маску Он не мог Но ему эти компромиссы Не предложили Ему эти компромиссы Не предложили И он Не сумел Ну какая-то Негибкость В нем Чисто видимо Личная Характериологическая Сказала Что он Не использовал Реально Разрыв между Турами Для того Чтобы изменить Ситуацию Другой вопрос Зачем Такого рода Общение Зеленскому И понимает Ли избранный Президент Его последствия Ведь Если Согласиться С российскими Условиями Мира В кавычках Это может Вызвать Серьезный Внутриполитический Кризис В самой Украине А если Отказать Путину То давление На Украину Только Увеличится Причем Как Экономическое Так И военное У нас Война С первого дня Это не АТО У нас Война Реальная Война Меж Россией И Украиной Тому Мы не Зможем Уникнуть Переговори Меж Украиной И Россией Я только Прочитал Безумные По моему мнению Комментарии Льва Шлозберга О том Что в Украине Проиграла Партия войны И президент Войны И в России Проиграет Партия войны Говорит Лев Шлозберг Вот Проиграла У вас Проиграет Здесь Да Ну вот Это я и называю Безумием Потому что Прав Вадим Карасев Петр Порошенко Действительно Избирался Как президент Мира Как умеренный Политик Который Договорится С Путиным Только Проблема В том Что Путин Не собирался С ним Договориться Он не собирался Освобождать Нонбасс И он Стремится К тому Чтобы Украина Признала Падцу Крыма Это такие простые Политические истины И от Владимира Зеленского Будут требовать То же самое И я вас уверяю Что и Владимир Зеленский Если только он захочет Оставаться президентом Украины Станет президентом войны Гораздо быстрее Чего стал Петр Порошенко Потому что Петр Порошенко Пытался стать президентом мира Еще и с позицией Освобождения Украинской территории После освобождения Краматорска Славянска После этого Было там военное поражение Да В Дебальцеве И Лавайске Когда Вооруженные силы Регулярные Российские Приступили в дело Но тем не менее У него была позиция С которой он мог добиваться мира У Владимира Зеленского Такой позиции нет Потому что он ничего не освобождает Он обещает информационную войну С Россией Что-то это тоже Я думаю Владимиру Путину Может понравиться Но он умеет Война Я думаю Что тут все получится У обоих Лидеров Поэтому По большому счету А что по-вашему делать С Владимиром Зеленским Население хочет Понижения тарифов Он этого Разволить себе не может Но во-первых Президент не понижает тариф Во-вторых И ресурсов для этого никаких Население хочет Улучшения жизни Ну Жизнь вряд ли В ближайшие годы По крайней мере Его каденцию улучшат Население хочет Что прекратилась война Он может попытаться Прекратить войну Но он не может Прекратить ее На российских условиях Поэтому он должен Показывать Что ему мешают Да Он может Несколько месяцев подряд Убеждать Что войну мешает Прекратить парламент А потом Вот в январе 2020 года Окажется Что войну мешает Прекратить Путин Что это Путин Не хочет освободить Донбасс Что это Путин Не хочет освободить Крым Владимир Зеленский Превратится в Петра Порошенко Даже не заметив Этого Понимаете Потому что это Политическая логика Это логика развития Момента Никакой партии войны В Украине В принципе не существует Украина делится На две партии Партия которая хочет Восстановление Территориальной целостности Страны освобождения Донбасса и Крыма И партию коллаборантов Которые просто Хочут чтобы Украина Стала Россией И никаких других Между ними партий нету Просто в партии Коллаборантов Есть люди которые Пытаются скрыть Своё стремление Придать страну За какими-то лозунгами Умеренного характера Ну то есть Виталий Вы хотите сказать Что выигравшие выборы Неминуемо встанет Во главе партии Обороны Его стороны От агрессоров Да А партия Выигравшие выборы Михаил Да Выигравшие выборы Выигравшие выборы Станет верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Окруженным генералами Руководителями генерального штаба Силовиками И прочими людьми С которыми он не может Не считаться И окруженный народом Большая часть из которого Имеет после военных действий Оружие Большая часть Которая воевала Против российского агрессора И которая никогда Не позволит ему Придать страну Поэтому для Зеленского Очевидно то Что подходит И для руководителей Других цивилизованных стран Нет никакого смысла Для общения с Путиным Если это общение Не приводит Никакому конкретному Результату Разговор ради разговора Никому не выгоден Не нужно давать Российскому президенту Возможности Даже предполагать Что на его условия Можно согласиться Что его изоляция Может быть прервана Без освобождения Крыма и Донбасса Москва слезам не верит А Путин Презирает просителей Он уважает Только силу И поэтому Новый украинский президент Должен быть Не просто готов К переговорам С российским коллегой У него должна быть Сильная позиция На этих переговорах Ну в первую очередь Широкая поддержка Зеленского О которой вы сейчас Говорите В своей программе Это связано с тем Что люди проголосовали И объединились В первую очередь Против Порошенко Не допустить Продолжение существования Режима Во главе с господином Порошенко Который за эти годы Допустил И продолжал допускать Боевые действия И отсутствие мира На Донбассе И тарифный геноцид И криминальный беспредел И радикальный национализм И социальная несправедливость Весь набор Так называемый набор Еврореформаторов Который господствовал Все эти годы И характеризовал то Что делал И что продолжал делать Господин Порошенко Господин Порошенко Не имел политической воли На реализацию И выполнение Минских соглашений Это было очевидно Я об этом неоднократно Публично заявлял Заявляю сегодня Если господин Зеленский Хочет мира Он должен изменить Свой подход И диктование Политической воли Своим представителям Для того чтобы Минский процесс Реализовывался По своим положениям И пунктам То есть Украина Шла по пути И выполнение Минских соглашений До сегодняшнего дня Украина И ее представители Минские соглашения Не выполняли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...